Здравствуйте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и мы продолжаем наши разговоры о плей-офф Лиге Чемпионов и сосредоточимся на матче между Челси и Мадридским Реалом. Еще неделю назад, когда Сливочные обыграли синих со счетом 2-0, я сказал, что в ответной встрече в Лондоне Челси будет играть лучше. Челси себя покажет интереснее в атаке и надежнее в обороне. Ну и в итоге так оно и произошло. Но еще неделю назад я сказал, что дальше в итоге пройдет Реал. Как ни крути, а Мадрид это харизма, это опыт, и это великие футболисты, которые даже в том матче, где соперник объективно играет лучше, добиваются победы. У Реала есть Куртуа, который вытащил несколько тяжелейших ключевых ударов. У Реала есть Великая Атака, который использовал свой шанс в нужный момент. И у Реала есть Родриго, который в Лиге Чемпионов периодически кладет дубли и решает исход противостояний. Поэтому здесь, получите, распишитесь. Мой любимый Реал проходит дальше, хотя объективно Челси в этой встрече смотрелся лучше. Но за хороший футбол очки не начисляют и уж тем более не выводят в полфинал Лиги Чемпионов. Давайте разберем эту встречу нас сперва. Хотел сказать, что многие меня спрашивают, чем занимаются ютуб-блогеры в свободное время. А я вам отвечу. Они ведут телеграм-каналы. В частности, на канале Утка Геймс, недавно созданном, появилось очень много интересных новостей и интересных мнений от ютуб-блогеров. Эту телегу под названием Утка Геймс ведут мои коллеги, ютуберы. И там они делают прогнозы на следующие матчи Еврокубков, на матчи Европейских Чемпионатов. Ну и параллельно делают коротенькие ролики со своим мнением о грядущих встречах. Так что, если вы хотите ознакомиться с мнением ютуб-блогеров и их прогнозами, милости просим. Ссылочка в описании на телеграм-канал Утка Геймс. Ну а мы переходим к стартовым составам и давайте попытаемся понять, что тут пытался соорудить Лэмпорт и как выстрелился Анчелотти. Челси. На воротах Айса Балага. В центре защиты тройка игроков Тиаго Силва, Чалоба и Фуфана. Ну, в общем, очередная перестройка в защите. Нету Кулебали, нету Чилвелла. Вот пришлось здесь так или иначе импровизировать. Кукурелье и Джеймс на флангах, которые должны были в одиночку закрывать бровки и активно подключаться вперед. Вообще, на самом деле, схема немножко странная, учитывая то, что в этой встрече, ну, все-таки вроде как нужно было атаковать и отыгрываться в матче с Айалом. А здесь, на тебе, пять номинальных защитников. Понятное дело, что тот же самый Джеймс много подключается в атаку, но он и при четверке защитников тоже много идет вперед. А Кукурелье, он, конечно, бульдог и новая версия Пуйоля в облегченном варианте, но атаку он далеко не всегда эффективно поддерживает. Поэтому здесь состав был, ну, скажем так, со странностями. И в обороне в итоге здесь, кстати, тоже ошибки произошли. Да, защита не так, на мой взгляд, сыпалась, как в игре в Мадриде, но тот же самый Чалоба с его ошибкой в моменте с первым пропущенным мячом и другие футболисты тоже здесь напривозили. Фернандес, Ковачич, Канте и Галлахер. Полузащита, кстати, очень универсальная. Тут мы видим целый ряд футболистов, которые могут играть и на атаку, и на полузащиту-оборону. И Хавертс на острие в качестве, ну, такого вот ложного форварда, ложной девятки и так далее. Но по факту в этой встрече вновь и вновь возникал вопрос касательно отсутствия классического центра страйкера. Сейчас, мне кажется, по такой игре даже Лукаку, если бы он вернулся из Интера, тем более, что Интеру он, как видимо, нафиг не нужен, даже Лукаку бы пригодился просто как таргетмен впереди, на которого можно закидывать. Потому что без центра форварда система Лэмпорда, ну, скажем так, выглядела не до конца оформленной. Этот матч Челси провел лучше. Но если бы был классический центр форвард, мне кажется, у Реала было бы куда больше проблем. Что касается Мадрида, здесь без изменений. Фактически, Куартуа на воротах, Алаба и Милитау в центре, Каравахаль и Камовинго на флангах. По-прежнему нет номинального левого защитника. Камовинго по-прежнему появляется слева. И по-прежнему эта зона пожарная. Здесь возникало много трудностей у Реала. Но почему-то Анчелотти не хочет сдвигать на левый фланг Алабу, а в центре использовать Милитау и Рюдигера. Хотя, казалось бы, это, наверное, самый логичный вариант, учитывая, что Камовинго все-таки не идеален именно на позиции левого защитника. Но Анчелотти виднее, тем более, что он побеждает. В центре поля Модрич, Кросс, Вальверде. Опять же, атакующие достаточно сочетания. И Венисиос, Бензимар, Адриго впереди. Вообще, знаете, по-хорошему говоря, у Мадрида более атакующий состав вышел в этой встрече, чем у Челси. При этом всем было понятно, что, несмотря на состав и несмотря на большое количество креативщиков в той же самой полузащите, Ареал будет играть от обороны. Ну, а потому что нафига им куда-то лезть, выбрасываться, и тогда, если счет первой встречи 2-0, и Челси нужно отыгрываться. И вот, знаете, что я заметил и в первой встрече, и во второй? Ареал, ну, так, достаточно туго вкатывался в оба матча. В первой встрече Ареал очень много ошибался, и Челси получал хорошие шансы на контр-выпадах. Здесь Ареал просто каким-то сонным выглядел первые полчаса игры. И здесь, ну, в атаке нечего вспомнить, кроме попадания в штангу с внешней стороны Родриго в обороне. Ну, скажем так, все смотрелось нестабильно. Ареал ошибался, Модрич ошибался. Вот реально. Пасы поперек от Модрича, чтобы они заканчивались ошибками, и еще и опасными контр-выпадами Челси, да когда такое было. И так далее. То есть Ареал выглядел странновато, но при этом Ареал вот прям чувствовалось, что сейчас они прибавят и накидают вам полную авоську. И вот что в первой встрече, что во второй, они спокойно вот так с линцой раскачивались первые полчаса, а потом, когда нужно, воспользовались своими шансами, и вот, пожалуйста, победы. Вот так, знаете, Ареал — это команда настолько солидная, настолько опытная, настолько, знаете, на классе играющая, что для них Челси — это как игра в кошки-мышки. Они позволили Челси действительно играть лучше. Челси временами работал отлично в атаке. Челси, как я сказал, включал хороший прессинг, и периодически там и Куртуа приходилось с защитниками отыгрываться, чтобы как-то выйти из-под этого прессинга. И далее по списку. Челси моментами смотрелся хорошо, и Челси мог забивать в первом тайме, причем не один мяч. Но было ощущение, что Ареал, вот если пропустить, накидает в ответку больше. Что если Ареал действительно окажется перед перспективой камбэка Челси, они встрепенутся и покажут себя как следует. И в итоге во втором тайме, вот спокойненько так, воспользовались ошибками соперника, того же самого Чалобе, который полетел хрен знает куда в правой реве Родриго. И вот, пожалуйста, забили гол, потом Родриго забил еще один гол. И, в принципе, вот было чувство, что Ареал играет с запасом. Что да, Челси пыжится и играет интереснее. То же самое и Канте упустил шикарный момент, который нужно было забивать несколько раз. Куртуа спас. Ну вот было ощущение, что Ареал может прибавить. И вот поэтому было твердое понимание, что играют просто команды разных уровней. И это при том, что Челси, ну, как бы сколько они там вложили в свой состав, сколько они вложили в подписание. А команды нет, игры нет. И вот здесь это как студенты пришли к профессорам сдавать зачет, а их отправили куда подальше. Вот солидная команда и какие-то стройматериалы, которые периодически играли неплохо в этой встрече. Повторяю, Челси моментами играл неплохо. Но в целом это просто разные системы. Мне кажется, что в этой игре Челси, наверное, стоило, как бы это странно ни звучало, действовать смелее все-таки. Да, они неплохо создавали какие-то моменты впереди, но не было ощущения того, что Челси прям готов рвать и метать, и готов умирать на футбольном поле. Это не Ливерпуль, который отыгрывается от Милана с 3-0. Это не команда с горящими глазами. То есть они не пошли вот с каким-то сумасшедшим напором на этот Мадрид. За счет сумасшедшей энергетики, какого-то безумия такого футбольного, ярости Берсерка, может быть, они смогли бы задавить этот Мадрид. Вот именно напором, эмоциями. О чем я говорил, кстати, перед матчем. Но этого тоже не было. Челси играл неплохо, но он играл так, как будто счет 0-0, а они уже проигрывали 0-2 изначально по сумме двух встреч. И как будто это просто какой-то, я не знаю, там, Вулверхэмптон или кто-нибудь еще из английских середняков. И они вот с какой-то непонятной, вот, просто индифферентностью проводили эту встречу. Опять же, были отдельно взятые исполнители, которые пытались, которые старались. Там Джеймс снова рвал бровку. И Камовинга, как я сказал, снова провисал периодически. Опять же, победителей не судят. Но вопросы касательно того, почему Алабу нельзя сдвинуть влево и сыграть с Рюдигером и Милиталу в центре, они все равно возникают. То есть Челси пытался, старался. И что характерно, Мадрид настолько чувствовал уверенность в своих силах, что, например, того же самого Камовингу, о котором я сказал, человека, который явно провисает на этой позиции, который здесь тоже периодически ошибался, его просто оставили. А почему бы и нет? Пускай играет. Челси все равно не сможет перевернуть ход встречи из-за этой провисающей позиции, где сейчас нету Минди и где возникают такие трудности. Поэтому здесь Реал просто играл запасом. При этом, конечно, личности очень многое решают. Куртуа тащил все, что можно. В атаке Родриго, Венисиус показали бразильскую самбу и Вальверде здорово поддержал. И вновь мы увидели, что вот эта огромная скамейка запасных Челси не приносит пользы. То есть, то, о чем сейчас многие шутят, что у Челси там 10 составов, не хватает мест в раздевалке и так далее. И казалось бы, у вас действительно дохрена игроков. И это суперзвезды на скамейке запасных, типа там Феликса, Стерлинга или вот этого мудрика сумасшедшего, стамиллионного, который бегать умеет, играть в футбол не умеет. Вот казалось бы, за счет этого, наверное, вы должны прибавить во втором тайме. Но, знаете, вот выходят новые футболисты Челси, и ничего не меняется в лучшую сторону. Как не было игры, так и нет. И при этом Челси в данной встрече, когда Реал спокойненько, так уже ближе к концу, снижал темп, и в каких-то моментах уже играл на, ну, скажем так, на истребление времени, на то, чтобы убить время, на то, чтобы просто потянуть игру, подержать мяч, Реал постепенно, знаете, уже играл ближе к своей штрафной, не позволял сопернику разбежаться, снижал темп, и в этих условиях все вот эти скоростные ребята, Феликсы, Стерлинги, Мудрики, они просто попадали в этот увязающий футбол, медитативный, и ни черта не могли сделать, потому что Реал спокойно и хладнокровно оборонялся. И вот здесь, в этом-то и загвоздка трансферной политики Челси, о которой я говорил. Они напокупали толпу бегунков, нету центрального нападающего, и в итоге здесь вот меняйте этих бегунков местами. Ставьте одних, потом ставьте других. Систем не меняются игры. И вот здесь у Челси просто не было плана Б. У них даже нету условно там центрального мощного нападающего, чтобы выйти и попытаться забодать Реал и стать столбом впереди. Поэтому вот, пожалуйста, снова 2-0. 4-0 по итогу двух матчей. И что здесь можно сказать? Команды разных уровней. Вот и все. Продолжение следует...